Заседание муниципального совета главы Одинцовского городского округа прошло впервые. Основная задача – консолидировать местные органы власти и синхронизировать работу. Все профильные заместители отчитались о достижениях в своих сферах. По итогам 2019 года действительно есть чем гордиться. По многим показателям рейтинга 50 округ занимает лидирующие позиции. В 2019 году произошло историческое событие. Одинцовский район объединился с Звенигородом и стал Одинцовским городским округом. По итогам был избран новый совет депутатов округа, сформирована единая администрация с территориальными управлениями. Считаю, что мы с вами достойно выполнили задачу по объединению в городской округ, не допустив никакого политического кризиса и выполнив все обязательства. В том числе мы сохранили территориальное управление на местах, там где раньше были администрации поселений. И Звенигород не утратил своего культурного и исторического статуса. По итогам заседания становится понятно, работа в округе проведена большая. Например, решение проблемы более 7 тысяч обманутых дольщиков, увеличение доходов консолидированного бюджета на 20%. Обеспечение земельными участками многодетных семей, строительство медицинских объектов в Ромашково, Новой Трехгорке, Кубинке. Не остался без внимания и Звенигород. Ремонт стационара Звенигородской больницы, создание комплекса парковых зон и восстановление Звенигородского манежа, а также реконструкция Московской улицы. Работа будет продолжена и в новом году. Что же касается образования, здесь действительно стал прорыв. Мы себя превзошли на 53%. И те кружки, которые ставили перед нами задачу губернатора-глава, как наука в Подмосковье, они у нас функционируют с 2019 года в полном объеме в детских садах и в школах. В основу работы муниципальной власти на 2020 год лягут основные тезисы послания президента России и обращения губернатора Московской области. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.